Всем большой привет, мои дорогие! Сегодня мы приготовим нереальный, просто шоколадный, мега-шоколадный торт. Давно у нас не было... бисквитный, кстати. Давно у нас не было шоколадных тортов, и вуаля, мы сегодня его сделаем. Бисквит будет волшебный, очень масляный, и, соответственно, не будет нуждаться ни в какой пропитке. Он будет самостоятельный, самодостаточный, брутальный такой, мега-шоколадный. Посмотрите, какое огромное количество у меня здесь какао. Какао темное. Что я делаю? Первое, с чего мы начинаем, готовим коржики шоколадные. И первое действие это вот это вот какао. Нам нужно залить кипяченой водой. Горячую воду наливаем и перемешиваем все до однородности. И откладываем. И эта масса у нас должна немножко остыть. Это достаточно тяжело делать. В какой-то момент уже видите, потому что превращается в такую густую пасту. Но хорошенько держите форму и прям вот так вот перемешайте. Она должна стать... Ой, ты мой сладкий, помогает мне. В общем, масса вот этой пасты должна стать однородная. Со стеночки я ничего собирать не буду, так она даже быстрее у меня остынет. Далее. У меня здесь сливочное масло комнатной температуры. И вообще, в принципе, все последующие ингредиенты у нас должны быть одинаковые комнатной температуры. И яйца, и сметана, и мука, сахар, в общем, и масло. Все абсолютно одинаковые. Сливочное масло я засыпаю сахарным песком и начинаю на средней скорости взбивать. Масло должна чуть-чуть увеличиться в объеме и немножко посветлеть. Все. И сейчас по одному мы вводим сюда яйца. Далее добавляем сюда ванильный экстракт. И теперь вот в эту яичную масляную смесь мы добавляем какао, который... Как это? Замочили в кипятке, развели в кипятке. Развели мы какао. Короче, он уже должен у вас остыть до комнатной температуры. И вводим его сюда. И все взбиваем еще раз миксером. Ну и все. Единственные продукты, которые у нас остались, это мука, соль, сода и сметана. И смотрите, что мы делаем. Соду и соль я закидываю на муку. И сейчас мы будем просеивать муку в два этапа и вводить сметану в два этапа. Сначала я ввожу сюда половину сметаны. Чуть-чуть перемешиваю, буквально десять секунд. Все, у меня тут даже неравномерно она перемешалась. И сейчас половину муки я сюда... Как это сделаю? Просеиваю. Забыла. Как говорить по-русски, я совсем забыла. А, чуть не упал. А, ну упал в смысле. Ну хорошо, упал. Мягкое приземление на бисквитик. У-ху! Я, кажется, ежик в тумане. Потерялась. Альваш, Альваш, ты потерялась! И взбиваем. И вводим сюда вторую часть сметаны. Опять чуть-чуть перемешиваем. И оставшуюся муку. А сейчас нам нужно распределить наше тесто по двум одинаковым формам. У нас это 18 см. И я хочу, чтобы в этом бисквите у меня коржи были достаточно такие высокие, потому что в разрезе это очень красиво смотрится, как вот с тем лавандовым тортом, который мы сделали. И я боюсь, что высоты моих форм не хватит, и поэтому я обернула края пергаментом. И чтобы он хорошо, идеально прилип, чуть-чуть смажьте края сливочным маслом и налепите. И тогда он хорошо у вас прилипнет. Идеально ровно. Ну и все. И теперь распределяем наше тесто равными порциями по формочкам. Распределили тестом и отправляем в духовку выпекаться примерно 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. 180 градусов. И пока готовятся наши коржи, мы приступаем к приготовлению крема. Крем у нас будет маскарпуни, жирные сливки, шоколад молочный и темный. И можно также крем ароматизировать ромом, коньяком, что там еще есть. Ну в общем, любым алкоголем, который в привкус вам нравится. Я не любитель алкоголя, но вот тут у меня есть чуть-чуть Беллис. И так как торт, наверное, меньше всего его я покушаю, чем все остальные, поэтому мы решили немножко ароматизировать все-таки его Беллисом, чтобы придать такую пикантность, скажем так, привкус. У меня здесь уже шоколад в калетах, темный и молочный. Мне остается прогреть сливки. Я отвешиваю сливки и отправляю в микроволновку. Они должны хорошенько прогреться, до закипания практически вот дойти. Так же это можно сделать и в сотейнике. Сливки у нас готовы, горячие, и наливаем на шоколад. И как всегда я говорю, что шоколаду нужно дать в сливках, немножко полежать, отдохнуть, ну или потусоваться. В общем, чтобы шоколад размяк. И потом мы его с легкостью перемешаем до однородности. Все, заготовка к нашему крему у нас готова. Нас остается сюда добавить только маскарпоне. И сейчас крем должен охладиться до комнатной температуры. Ну, у него достаточно времени, потому что коржики наши еще в духовке, и потом они должны будут охлаждаться. Так что отставляем и ждем. Шоколадная основа для нашего крема у нас уже хорошенько охладилась при комнатной температуре. И сейчас мы вводим сюда, хотел сказать, министрони. Как это называется? Маскарпоне, а не министрони. А я сейчас сразу все сюда перекидываю. Тут нам миксер не нужен, все можно взбить, ой, перемешать венчиком. Или же даже силиконовой лопаткой хорошо размешать. Ну, я сделаю это венчиком. Смотрите, какой роскошный, однородный крем у нас получился. Он еще пока немножко жидковатый. И поэтому мы его переливаем сейчас в кондитерский мешок. И кондитерский мешок убираем в холодильник. Крем у нас охладится и схватится. Так, наши бисквитики уже испеклись. Они постояли минут где-то 15 у нас при комнате. И сейчас я пытаюсь снять форму, в которой они выпекались. При комнате? При комнате, да. Потому что я хочу, чтобы они скорее у нас охладились. И я быстренько... Ой, блин. Чтобы я собрала тортик. Крючок. Вот у нас всегда так происходит, потому что я всегда тороплюсь. Я никогда не терплю. Так как бисквит очень масляный, и так как мы еще и тут все смазывали, то, соответственно, все вот это вот очень-очень легко у нас отходит. Видите, как сильно верхушки у нас потрескались? Это отлично. Так и должно быть. Я вас обманула немножко. Я сказала, что 25 минут будет выпекаться. Не 25 минут. У меня простояло 40 где-то примерно минут. В общем, в любом случае, как я всегда говорю, проверяем деревянной палочкой. А верхушки, то, что разорвались, тоже ничего страшного, потому что мы их срежем. Ой, какой он нежный. Вот какая здесь нафиг пропитка в бисквите. Иногда бывает, снимаем когда видео, мы не делаем пропитку, и мы говорим, что бисквит нежный, пропитка не нужна. Торт развалится у вас. И кто-то пишет, что лучше с пропиткой, пропитка. Тут не нужна пропитка. Тут бисквиты, вы видите, они как вылетают из формы. Как они у меня в руке просто крошатся. Поэтому мы никакую пропитку, соответственно, здесь не делаем. Все, я жду, чтобы они у нас полностью охладились. Мои коржи охладились. Вот такие вот красавцы с разорванной башкой. Ну что ли. Ну ладно, в общем, мы отрезаем сверху все неровности, и также делим корж пополам. Я это буду делать моим бисквитным ножом. Как Юля его назвала? Самурайский меч? Что-то такое, да. В общем, мы этим не займемся сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот я выровняла торт. На самом деле, с этим кремом очень удобно работать. Он очень классно выравнивает. Единственное, нужно правильно ловить температуру. И чтобы он такой средний был, не очень плотный. Но если вдруг он будет у вас плотный, вы хорошо можете размазать с помощью горячей палеты. Нагрейте просто ее, либо в горячую воду опустите, и вытираете, и так далее. И украшаем наш тортик. Я буду присыпать немножко его. Какао. Упс. Немножко сказала, а получилось не немножко. Ой. Ну, в общем, так. Кути-кути. Ну, в общем, ладно. Кому не понравится, тот дунет. Вот верхушечку я хочу немножко припылить. Бока, наверное, не буду, да? Ну, и украшение сверху может быть абсолютно разным. Я, например, сделала трюфели мачо и трюфели обычные. Мы уже делали конфеты-трюфели на нашем канале. Ссылку я вам оставлю внизу. Мачо от обычных отличается лишь тем, что обычные мы обваливаем в какао, а мачо я обваливаю в мачо. Соответственно. То есть мачо внутри нет. Это всего лишь... Ох, как оно пахнет. Это просто наркотики какие-то. Вот. И сверху так вот кути-кути выставляем красиво. Произвольно. Наш обалденный торт готов. Вы посмотрите, какие одинаковые слои. Насколько тонко намазан крем. Больше здесь его не нужно, потому что это будет очень приторно и невкусно. Мы снимали вам макро, и вы видели, насколько влажные коржи. Да и, в принципе, пока я его собирала, чуть ни с ума не сошла, потому что они рассыпались просто. Но это того стоило. Он собрался, и он готов, и он просто красавчик. Я вам клянусь, что сейчас 2 часа ночи на часах. И вообще для меня это табу есть сладкое в это время. Хотя, в принципе, как бы вы знаете, что особо и не ем сладкое. Но я же должна вам причмокивая передать, иначе вы не переживёте. Вот я признаюсь вам... Ой, подождите, может, у меня тут припудрилось? Нет, всё красиво. Вот я признаюсь вам, что я шоколад не люблю. Вы, наверное, обалдеваете, когда я такие вещи произношу. Но я не люблю шоколад. Раньше я его уплетала только так. Вот сейчас я вот, ну, не любитель шоколада. Но вот этот торт, несмотря на то, что кажется, что он какой-то мега шоколадный, да, он шоколадный, да, он офигенный просто. Но вот маскарпоне даёт свою какую-то вот сливочную такую нотку. Мне нравится всё в нём. Он идеален просто. Вот и мне хочется, когда я такие торты шоколадные пробую, высочайшего просто уровня, я сразу хочу чашку крепкого эспрессо. И вот тогда я не могу сказать, что я не люблю шоколад, когда я пробую вот такие вот торты. Он просто чудесный. Два часа ночи, а я беру второй кусочек. Вилка просто падает в торт. Вы, кстати, видели это, когда я нарезала? У меня ножик проваливался. Скажи, чуть-чуть похоже как брауни. Я в восторге. Мне нравится, что он не слишком сладкий, не приторный. Он обалденный. Однозначно это стоит попробовать. Однозначно. Друзья, не зря мы сегодня до двух часов ночи здесь находимся. Торт роскошен. Я вам настоятельно рекомендую его приготовить. Приготовьте его, поставьте, сфотографируйте. Выставите свою фотографию в инстаграм и поставьте на ней хэштег Алекс Милана. Мы зайдем и обязательно посмотрим, как вы его приготовили. И, друзья, я так долго скрывала от вас одно событие. Ну, в смысле, не совсем скрывала. Потому что, когда нам редакторы разрешили, я об этом сообщила. Многие из вас уже знают, что я участвую в проекте. И мне так стеснительно. Я говорю, а у меня мурашки идут по щечкам. Я участвую в проекте Тили-Тили-Тесто на первом канале. Вот. И многие из вас знают об этом. И столько нам пишут добрых слов и пожеланий, что будут болеть. И каждый раз, когда я там стою, в той студии, у меня вот тут вот в душе есть вот моя кулинарная мафия. И я всегда думаю, не лохадутся бы сделать все круто, чтобы мои ребята потом смотрели и говорили, ты молодец. В общем, проект идет на первом канале. Тили-Тили-Тесто называется. И завтра будет первая серия. Это будет 12-15 дня на первом канале. Смотрите, не пропустите. Мне так интересно, что там вообще будет. Потому что это первый сегодняшний день был. Это все были немножко вот такие. Никто ничего не понимал, что происходит. Поэтому если я там буду как-то глупо и смешно выглядеть, вы уж поймите, пожалуйста, меня. Хотя, опять же, я не знаю, как там все. Блин, когда вот сам снимаешь и монтируешь, сам за себя в ответственности. А когда не ты вот этот вот процесс делаешь, ты всегда так переживаешь. Как? Как меня там выставят? Как меня там покажут? В общем, смотрите обязательно. И у нас также есть страницы ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. И все, что вообще в принципе у нас в жизни происходит, с чем мы делимся, в первую очередь мы всегда выставляем туда. И об этом, об этой информации, что мы участвуем в проекте... Ну, я участвую хорошо. Ну, все равно мы, мы же целые. Что мы участвуем в этом проекте. Я сообщила уже когда? Ну, недельку, может, назад, да? Где-то так. То есть редакторы нам сказали, что реклама по-первыху пошла, можно, ребята, публикуйте везде, что вот вы там участвуете. Вот. И мы не делали этого в Ютубе, и те, кто на нас не подписан в социальных сетях, задавали много вопросов в комментариях. Но максимум, что я могла ответить, да, это я. То есть там писали, Милана, мы видели тебя в рекламе. И я писала, да, да, это я. То есть больше этого я пока, к сожалению, не могу давать никакую информацию. Я думаю, вы понимаете. Вот. Так что смотрите завтра... Завтра? Смотрите завтра в 12.15 на Первом канале. Я буду смотреть вместе с вами. Буду очень переживать. Я даже сейчас говорю, у меня прям бабочки в животе захватывают. Вот так. Все, я вас обожаю. Я вас целую. Спасибо за все ваши добрые слова, пожелания, комментарии и поддержку. Не знаю, вы наши вообще просто реально мафия, банда, семья и крыша. Ну вот теперь точно все. Я вас целую, обнимаю, желаю вам всего самым прекрасным. И пока-пока.